всем привет продолжаем тему звуковой и акустической обработки нашего микса и особенно гитары в миксах вот прошлый раз мы разобрали тему дилея закрыли эту тему и нам стало понятно что для того чтобы гитаре придать объем в миксе достаточно дилея ревербератор для этой цели не нужен ревербератор нужен для того чтобы создать объем для песни в целом и так вот у нас есть песня звучит она вот так и нам нужно для него значит дилей для нее мы уже настроили масло в шину дилея тоже добавили тех инструментов этот процесс был описан в плейлисте я напоминаю пишем музыку с димой есть видео про дилей и этот процесс добавления инструментов в шину дилея мы рассмотрели в том видео а в прошлом виде вот предпоследнем мы рассмотрели как обрабатывали дилеем ритм аккомпанемент гитару рифовую гитару да и соло гитару мы рассмотрели именно только это конкретно теперь посмотрим у нас есть ревербератор нас есть шина ревербератора который создан для того чтобы обработать микс целиком как я выбирал я уже тоже рассказывал в том самом плейлисте но я сейчас просто покажу как он звучит вот а теперь возьмем соло риф и попробуем добавить его в шину ревербератора вот этот бегунок третья шина бас 3 написано включаем этот посыл ставим на ноль и будем слушаться и только риф и только ревербератор теперь послушаем что получилось в общем миксе с первого же такта слышно что гитара стала страшно мутная она загораживает сама себя поэтому убираем посыл на ревербератор до где-то такого момента когда его еле-еле слышно становится еще раз сделаем соло ревербератор и соло риф и уберем его до того момента пока его еле будет слышно или даже соло риф не будем включать послушаем только ревербератор и риф гитару риф аккомпанемент в нем вот так этого достаточно столько больше не нужно то же самое с бас-гитарой происходит в общем то да если ее добавить много она начнет бугнить мало того я вам скажу еще такую вещь ревербератор имеет очень такое интересное свойство чем больше ты его добавляешь на инструмент тем становится ощущение что инструмент отдаляется при том что даже громкость можно и не трогать сейчас покажу как это действует на соло вот значит добавлять его совсем немножко на партию аккомпанемента риф гитары нужно просто для того чтобы у слушателя создалось ощущение что все эти инструменты звучат в одной акустической в некоем одном акустическом окружении то есть источник они все находятся вместе в одном помещении в одном и том же помещении и тогда у нас не будет вот этой вот разрозненности восприятия которое создает нам дискомфорт при прослушивании поэтому мы немножко добавили барабаны в шину ревербератора немножко добавили бас-гитару еле-еле к тому же у нас на ревербераторе на эквалайзере срезаны низкие частоты для того чтобы бас-гитара там сильно не бугнила есть немножко выпеченный на 200 герцах вот но это уже не низ это низкая середина вот и немножко мы добавили в ревербератор наших ритм-гитар потому что у нас у них у всех есть общее акустическое окружение и вот теперь я выключу соло и послушаем только аккомпанемент извиняюсь вот и вот теперь будучи вот в этом аккомпанементе давайте добавим на ревербератора излишнее количество ревербератора на ритм-гитару и послушаем что получается это это и 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 достаточно много слишком много отражений от и вот поэтому ее много добавлять не нужно И поэтому мы ее ставим где-то наравне с дилеем. И теперь в том же самом акустическом окружении мы добавим и соло-гитару. То есть соло-гитарист находится в той же комнате, в которой находятся и все остальные инструменты. И теперь послушаем. Вот видите, я сейчас много добавил ревербератора на соло-гитару. И она оказалась как бы громко звучит, но далеко. И, соответственно, опять же возникает некий дискомфорт восприятия. Если закрыть глаза и представить себе этих людей, которые стоят в комнате и играют, то непонятно, почему соло-гитарист находится очень далеко, но при этом звучит громче всех, всех заслоняет. Его повторы смешиваются с остальными, и это получается каша. Поэтому тоже не надо много добавлять на сольный инструмент ревербератора. Может быть даже его должно быть меньше, чем на остальных, чтобы ощущение было, что он стоит тебе ближе. Это то, как нужно добавлять реверберацию на гитару. Опять же, только через общую шину реверберации, которая затрагивает абсолютно весь наш трек, все инструменты вместе. Ну и каждый добавляется по мере того, насколько ты хочешь, чтобы они отдаленно звучали в этой комнате. То есть, если сейчас, послушаем, я убрал на соло-гитаре реверберацию совсем, и добавлю ее настолько, чтобы она появилась, но не отдалила от нас этот инструмент. Итак, вот сейчас появился акустический объем и у соло-гитары, и у всех вместе тоже. А теперь знаете, что сделаем? А теперь я добавлю ревербератор на барабаны, чтобы они стали как бы дальше. Как будто, представим себе, что длинная комната у нас, и вот соло-гитарист стоит ближе всех, а компонирующие гитары стоят чуть дальше, я на них сейчас добавлю ревербератор, а барабаны, я добавлю ревербератор еще больше, и теперь барабаны станут звучать еще дальше. И вот здесь мы уже действительно формируем по-настоящему акустическую картину микса. То есть здесь мы решаем, как расположить наши инструменты, какие ближе, какие дальше, развести их по панораме или свести чуть-чуть. Допустим, можно немножко свести ритм-гитару немножко к центру сдвинуть, там по 20% приблизительно, по 22% право и влево. И они тогда будут звучать ближе. То есть они будут стоять не по углам комнаты, а чуть ближе к барабанам, с бас-гитаристом. А комната сама по себе широкая, они в ней будут отражаться. Это уже художественные вопросы, которые решаются на этапе добавления инструментов в шину реверберации. Вот так с гитарами нужно поступать, когда мы хотим, чтобы поставить на них реверберацию. Ну, нас это может привести, конечно, к не очень хорошим результатам, потому что всё-таки тоже повторы начнут наглацываться друг на друга, будет ощущение, что все находятся просто в какой-то гулкой комнате, и всё это как-то немножко неправильно звучит. Потому что ревербератор, я же говорю, если его добавлять, начать его надо добавлять много в микс, особенно в низкозвучающий микс, мы говорим о тяжёлой музыке, да, то есть гитары на перегрузе, бас мощный, барабаны с мощными низами, всё как положено. Но при этом мы хотим сохранить чистоту и прозрачность микса при этом, то мощность и звучание, повторяя, и добавление объёма нам создаёт дилей. Вот. А лёгкое ощущение единообразия акустических условий нам создаёт именно ревербератор. И поэтому ревербератор нужно добавлять очень немножко, очень немножко, чтобы он только был на краю ощущения присутствия своего. Но не более того. Сейчас я возвращаю всё как было. И послушаем то, как я на свой вкус это всё настроил, когда делал этот проект. Да, и кстати, соло-гитару ещё можно добавить в общий дилей. Сейчас послушаем, что получится. Поскольку у него есть ещё и свой дилей, который звучит вот так. Это очень короткий повтор. Это называется слэп-дилей. Когда хвост идёт прямо вдогонку к основному звуку. Он тебе как бы подщёлкивает сзади. Это слэп-дилей. А у нас же есть ещё и общий дилей, который вот так звучит. Можно гитару в него добавить тоже. И получится вот что. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так я считаю, что нужно обращаться с акустическими эффектами при сведении гитар в тяжёлой музыке. Поэтому спасибо вам, ребята, что смотрите это всё. Я надеюсь, это всё очень полезно. Если будут какие-то вопросы, вы можете мне написать в личку, связаться через мой Facebook. У нас есть в Facebook группа «Современный гитарист». Меня там можно найти и выйти со мной на контакт. И пишите в комментариях какие-то вопросы. Постараемся на них отвечать. Будут дополнительные темы для интересных видео. На тему сведения гитарных тембров, звуков. Опять же, подбор тембра для гитары тоже интересная тема. Если кого интересуют какие-то конкретные вещи, задавайте вопросы. Я вам с удовольствием буду отвечать, показывать, как это делать именно в домашних ваших условиях, для того, чтобы у вас получались интересные и красивые работы. Всем удачного, счастливого творчества. Увидимся.